Здравствуйте, меня зовут Бикет, мне 29 лет и я являюсь первым посетиком на Азербайджанной школе. В то время она еще называлась Азербайджанной школой первого президента физико-математического направления города Астаны. По окончанию учебы я поступил на бакалаврят по специальности аэрокосмический инжиниринг в университет аэронавтики Эмбри Риддл Аэронавтики Университета. Позже я решил продолжить учебу по докторантуре по специальности инженерная физика. Вот так, отлечившись 11 лет в США и прожив их, я решил вернуться в Казахстан и теперь я работаю инженером в Казахстан-Гарш-Сапаре. До начала учебы в нише я учился в девятом экономическом лице. в классе с математическим уклоном. В середине 10 класса я узнал от учителей об отборе в институционной школу первого президента. Недолго думая, я и еще пара моих одноклассников решили попробовать свои силы и апробировать новую продвинутую систему сингапурского обучения. Успешно сдав все экзамены и получив грамм первого президента Уоркен, у меня оставался выбор остаться в девятом лицее или перейти в ниш. Здесь все в за и против, а также переход моего учителя по математике А. Гульнар Кеджибайене в ниш. Я решил поступить в ниш и таким образом я оказался здесь. В нише я успел отличиться лишь полтора выпускных класса. За это время у меня не накопился багаж воспоминаний, но одним из запоминающих моментов было введение личных шкафчиков по подобию американских школ. Также нас радовало введение трехразового питания на завтрак, обед и полдинг. Послеобеденное время было отведено для самоуплодготовки, во время которой мы могли делать домашнее задание и если возникали сложности, мы могли подойти к учителям и узнать у них, как выполнить то или иное задание. Во время учебы в школе я не списывал, но если была возможность помочь своим одноклассникам сделать то или иное задание, то я им помогал. Мне всегда нравилось ставить сложные цели и досягать их. В 11 классе школа организовала поездку на Байконур, в которой мне удалось принять участие. Мы жили в гостинице, в которой живут космонавты перед запуском. Также видели дверь, на которой они расписываются по традиции перед запуском. Вообще в российской космонавтике много традиций. В день запуска космонавты выходят под неофициальный гимн «Трава у дома» группы «Земляне». Также все запуски ракет-ракетчики по традиции называют крайними. Во время поездки на Байконур мы прошли мини-курс обучения в Международной космической школе. Мы делали мини-ракеты и запускали на пустыре рядом со школой. Каждый день мы ездили на территорию космодрома Байконур и успели ознакомиться со всеми основными стартовыми площадками и сборочными центрами. Мы также видели вывоз ракеты-носителей в «Союз» с «Прогрессом» и увидели, как устанавливается эта ракета на стартовый стол. А еще через пару дней мы увидели запуск самой ракеты. Ощущение непередаваемое. Мы собрались на зрительской площадке, где были не только мы, но и жители и другие сотрудники Байконура. В воздухе ощущалась праздничная атмосфера. А в сам момент запуска картину взлетающей и уносящейся вдаль ракеты дополняли доносящийся рев реактивных двигателей и порывы горячего воздуха. Определившись со специальностью, следующую ступенью было выбрать ВУЗ. В этом мне помог список университетов от Балашак, в котором имелся набор всех университетов, которые имеют аэрокосмическую направленность. Также в конце 10 класса школа наняла двух выпускников зарубежных ВУЗов для подготовки нас к поступлению. Мы оттачивали навыки написания эссе, а также мы готовились сдавать экзамены и вовремя пытались создать документы. Параллельно я решил подать в Назарбаев университет, так как этот ВУЗ только-только открывался и мы были бы первыми студентами данного ВУЗа. На тот момент в Назарбаев университете должна была быть кафедра аэрокосмической инженерии, но на момент открытия ее от нее отказались. В итоге я получил оффер от Назарбаев университета и Эмбери Ригла. Но так как Назарбаев университет решил не продолжать деятельность в космической направленности, я решил отказаться от гранта НУ и ради исполнения своей мечты учебы по специальности, решил улететь на учебу в США. А если бы вы спросили меня, какое мое мнение об обучении в США, я бы сказал вам следующее. На первых курсах учебы на бакалавриятии в США идет процесс выравнивания по уровню среди знаний всех студентов со всех разных штатов и других стран. И только потом идет обучение по профильным предметам. В целом студенты заинтересованы учиться. Они прокачивают себя, ходят на различные кружки по интересам, занимаются исследованиями с профессорами и делают проекты. Также бакалавриат США это, как бы сказать, глобальная площадка для нетворкинга. Они участвуют в жизни братства по подобию американского пирога. Ездят на конференции научные и инженерные. А также получают летние стажировки в крупных компаниях. Уровень образования в нише достаточен для того, чтобы быть успешным в академическом плане за рубежом. Однако ниш тогда и ниш сейчас это две совершенно разные школы. В наше время обучения в нише мы были экспериментальной площадкой. На нас отрабатывалась новая методика обучения. Мы учились все еще на казахском и русском языках. Это сейчас нишевцы учат некоторые предметы на английском языке. Лично для меня очень помог мне опыт олимпиадного участия по математике и физике. Также мне помог опыт общения с соотечественниками, которые завершили обучение за рубежом. На первых двух курсах по математике и физике в университете я не узнал ничего нового, потому что все это мы прошли в школе. Гораздо сложнее обстоит дело с неформальным общением, так как, к сожалению, ниш нас к этому не готовил. Во время учебы в школе мы употребляем совершенно другие фразеологизмы, и по всем общению они не подходят и приходится подстраиваться. Для этого я решил ограничить свой круг общения с русскоговорящими и чисто общаться с американскими сокурсниками с целью того, чтобы как можно скорее влиться в коллектив и чувствовать себя свободнее на кампусе и в общежитии. Несмотря на все трудности, возникающие при работе в аэрокосмической сфере, я не унываю духом. Мне нравится изучать новые, оптимизировать существующие схемы. Я хочу внести свою лепту в освоение космоса человечеством. Это и мотивирует меня. Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда был и остаюсь патриотом Казахстана. Поэтому, прожив в Америке 11 лет и получив опыт учебы и работы в США, я решил внедрить этот опыт жизненный у нас на родине в Казахстане. Поэтому в прошлом году я вернулся в Казахстан и продолжил свой труд в Казахстан-Гарыш-Сапара. Изначально этот центр планировался как центр, где будут разрабатываться новые космические системы. И под эту цель строился специальный конструкторно-техническое бюро и сборочный исправительный комплекс на территории этой компании. Тем не менее, трудно работать в проэктивной, не имея единой глобальной концепции развития космонавтики в стране, над которой бы трудилось несколько противных ведомств одновременно, а не только одно. Также было бы хорошо иметь единый драйвер для развития и мотивирующее лицо, которое объединяло бы и олицетворяло все это в виде казахстанского Илона Маска. Для молодого поколения, стремящегося к развитию в этой сфере, я бы посоветовал полюбить математику и начать применять навыки анализа и критического мышления и ко всему, к чему оно прикладывает руки. В наше время каждый инженер и ученый должен уметь изъяснять грамотно свои мысли не только письменно и устно, но и посредством компьютерных языков программирования. Для новичков на этапе школы я бы посоветовал участвовать в научных проектах, ведь важен не само призовое место, а процесс и опыт, полученный во время реализации проекта. Также я бы посоветовал работать с зарубежными профессорами, ведь опыт, полученный при реализации проектов и исследования с ними, покажет, каково это учиться за рубежом и делать проекты с иностранными коллегами. Помимо работы и исследований в аэрокосмической сфере, мне нравится кататься на велосипеде, заниматься хайкингом и плаванием. В зимнее время я предпочитаю кататься на коньках и сноуборде. Также мне нравится ночная астрофотография и люблю читать научную фантастику и фэнтези. Также в свободное время хожу на милонги и танцую танго. А мое жизненное кредо – путь осилит идущий. Про Ниса Лунная. Мое мнение какое. Это хорошая тема. Молодцы, ребята. Это очень нужно, полезно для самих выпускников, да и школьников самим. Поэтому продолжайте в том же духе. Не останавливайтесь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова